неплохо это недостаточно хорошо и этот мир был бы немного хуже если вы не будете делать все от вас зависящее в этом мире этому миру нужно ваше лидерство и нужно чтобы вы были примером лидерства посмотрите на вашего партнера первый из пары начинает отвечать на эти вопросы я нравлюсь себе таким какой я есть и через несколько минут я скажу стоп и тогда вы поменяйтесь местами я хочу чтобы вы знали оправдания которые вы используете потому что это очень важный момент чем больше вы говорите о своих оправданиях тем более вы укрепляете все это понимают чем больше вы говорите о своих оправданиях тем сильнее они становятся потому что слово материально посмотрите на любого атлета и вы поймете важность общения с собой так что оставьте свои оправдания потому что оправдываются только жертвы только жертвы говорят я никогда не попаду в первый ряд только жертвы говорят это невозможно правильно так говорят только жертвы в английском слово impossible невозможно пишется я возможен люди говорят вам вам никогда не стать лучшим дистрибьютором вы им отвечаете я возможен кто то скажет вам вы не сможете стать лучшим не слышу вас если кто то скажет никто не поверит ценность того что вы делаете я возможен не говорите я не могу у меня дома в семье я говорю своим детям что это очень плохое слово не говорите я не могу говорите я могу каждый в этом зале был создан для лидерства каждый из вас единственное что стоит между вами и между тем уровнем которого вы хотите добиться как дистрибьютор это не те вещи по поводу которых вы оправдываетесь это ваши собственные сомнения и страхи так что не оправдывайтесь не говорите я недостаточно хорош чтобы быть лучшим я никогда не смогу осуществить свои мечты я слишком занят а люди подумают что я дурак так же как и оправдание типа у меня не получится у меня каждый день что то не получается Майкл Делл сказал если вы хотите больше перемен увеличивайте количество своих неудач вы хотите развить бизнес говорите с большим количеством людей рискуйте больше несколько недель назад я был в Панаме я запостил сообщение в Твиттер я уезжаю из Латинской Америки домой в Торонто завтра я буду в Майами в 7.30 утра чтобы успеть в самолет до Торонто когда я прибыл в Майами я посмотрел в свой коммуникатор и получил сообщение от кого-то кто читает мой блог в Твиттере он говорил Робин меня зовут Висенти я большой поклонник ваших книг я четыре часа ждал встречи с вами в аэропорту Майами это невероятная история он фактически написал я поставил себе цель встретиться с вами потому что как я прочитал в Твиттере вы будете в моем родном городе я подумал что если вы будете в Майами в 7.30 вы летите из Панамы потому что это единственный двухчасовой полет до Майами он сказал я проснулся на 4 часа раньше и приехал в аэропорт и он написал скажите какой у вас Гейт я восхитился его мужеством я сказал я хочу встретиться с тобой я сказал ему у какого Гейта я его жду была только одна проблема он никуда не летел у него не было билета как он мог попасть к Гейту но если вы преданы своей цели и если вы просто не принимаете поражений вы можете сделать потрясающие вещи он подошел к представителям службы безопасности в аэропорту он сказал я не лечу я просто обычный человек но у меня есть цель и есть человек по другую сторону контроля с которым я должен встретиться а потом он сказал кое-что о чем я никогда не забуду он сказал пожалуйста помогите мне мне нужна ваша помощь этот охранник ответил конечно я помогу вам он дал ему пропуск именно и Висенти прошел через контроль да но мне надо было успеть на рейс и как раз тогда когда я уже был готов в рукав и сесть в самолет я огляделся и увидел бегущего человека он был весь потный он бежал так быстро он подбежал к сотруднику аэропорта у Гейта и закричал где Робин Шарма он сказал мне нужно увидеть Робина Шарму я услышал его и сказал я Робин Шарма он подбежал ко мне обнял меня и сказал мысленно я поставил себе цель и ничто не могло бы остановить меня он сказал подпишите мне книгу я подписал ему книгу он сказал это книга для моей матери ей 83 года в прошлом году она стала личным тренером по фитнесу мы вместе сфотографировались и теперь мы друзья вы не представляете что вы сможете сделать если начнете верить что вы можете быть лучшими а если вы будете искать оправдания когда мы встретимся в следующем году или через год после этого но если вы продолжите повторять свои оправдания после того как покинете это здание сегодня вы будете в абсолютно в том же положении в котором вы находитесь сейчас при всем моем уважении никаких оправданий сегодня откройте себя тому посмотрите на своего партнера и скажите сегодня у меня нет никаких оправданий у меня есть подписчик в комментариях я написал что мне это что я